Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня у нас возникла очередная проблема. Забилось сливное отверстие в ванной, потому что жена туда много кидала всяких всевозможного мусора. Попадали волосы, вот она и забилась и попросила нас отремонтировать его. Что же будем делать? Для начала вот у нас ванна. Попробуем воспользоваться обычным вардузом, который всегда есть под рукой у каждой хозяйки и хозяина. Попробуем пить воду с поступательными движениями. Попробовать прочистить слив. Немножечко прочистился, но не так как хотелось бы. Сливается очень медленно. Если такое случилось, то необходимо провести глобальную чистку системы канализации ванны. Для этого необходимо добраться под ванну, смотря у кого что есть. Если внизу есть кафель, экран, необходимо открыть окошко. Если пластиковый экран, необходимо просто его открыть. Спустившись под ванну, можно увидеть колено, которое прикручено непосредственно к сливу ванны и уходит в систему канализации. Чтобы устранить засор, сначала откручиваем фасмассовую гайку, которая крепит ножку к колено. Засовываю. Вот видно, какой кусок грязи волос. Теперь нужно вынуть из системы канализации шланга, который плотно заходит сюда. Вот, все у нас под рукой. Теперь можно аккуратненько достать, при этом стараясь не потерять все прокладки резиновые, которые здесь есть. Достаем, желательно делать тряпочками, чтобы не было таких разливов. И теперь приступим к чистке колена и ванны. Здесь видно, что большой жмут волос застрял, который невозможно ничем будет достать, кроме как ручной чисткой. Теперь включим кран. С воды можно еще контрольно промыть. Это оставшийся мусор, который осел на стенках трубы и колено. Хорошенько промываем. При этом можно немножечко его подвигать. Если он у вас не очень старый, то это не страшно, поэтому пластик еще в хорошем состоянии. Видно, что здесь выпадает много мусора. Моем все резиновые прокладки, уплотнители. В принципе, уже колено у нас чистое. После этого необходимо убедиться в том, что здесь нет никаких засуров к тому сливе в ванной. После этого устанавливаем колено на место. Для этого сначала необходимо прикрутить на место гайку. Пластмассовую, подложив, не забыв подложить под низ, резиновую прокладку. Стараться, чтобы она не перекосилась. Это очень известное место, поэтому нужно делать осторожно и аккуратно. Пластмассовая, стараясь у нас уйти из своего спаза. Но этого допускать нельзя. Вот оно, самое свое место. Затягиваем хорошо. Теперь необходимо ввести апплированный шланг в раструб. Система канализации. Для этого можно воспользоваться обычным мылом или жидким моющим средством, которым смочить резиновую прокладку. Вот оно. Просто мы мочим палец. Пластмассовая, мыльная посадка у нас мощная. Теперь с небольшим усилием она заходит на свое место. Теперь после этого необходимо проверить слив. Не протекает ли слив. Пластмассовая, Фонализация. Для этого служить с фонариком, необходимо проверить каждое соединение. Насутствие подтекания. В нашем случае все сухо и герметично. Смотрим ванну, риф полностью обеспечивается, значит заторку втранется. Вот такой живут пролоз, всегда присутствует система канализации ванны, поэтому имейте ввиду, что его ничем нельзя прочистить, кроме как грустнее. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как прочистить систему канализации ванны. Все делается просто и все гибко, поэтому будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok